Существует три способа установки WordPress на хостинг. Первый и самый простой – установка средствами хостинга, в нашем случае это Bigget, ссылка будет в описании. Второй способ посложнее – загрузить и распаковать архив с WordPress через панель управления хостингом. Третий и самый сложный для новичков – подключиться по FTP и загрузить архив на сервер. Надеюсь, вы посмотрели предыдущее видео про настройку хостинга перед установкой WordPress, где мы прилинковали домен к директории на сервере, установили CCL сертификат и активировали самую свежую версию PHP 7.3 на момент выхода этого видео. Ссылка на предыдущий урок будет во всплывающей подсказке. Если у вас возникнут вопросы по ходу видео, то смело пишите их в комментариях. Перейдем непосредственно к установке CMS WordPress на хостинг первым способом. Для этого мы переходим в раздел CMS, где выбираем наш WordPress. Во всплывающем окне мы выбираем созданную нами директорию на сервере с прилинкованным к ней доменом. Ниже необходимо заполнить данные администратора сайта. Эти данные лучше сразу записать в LastPass и в случае чего их можно изменить после установки не переживайте. Внизу есть расширенная настройка базы данных, но нам это ни к чему. Кликаем установить. После мы видим уведомление, что установка CMS на хостинг займет пару минут. Пока она устанавливается, предлагаю вам записать LastPass данные от базы данных. Для этого достаточно кликнуть по значку информации напротив вашего домена. Здесь вы найдете URL входа в админку и пароль от базы данных. Давайте перейдем на наш домен. Вуаля, поздравляю вас с установкой. Для входа в админку дописываем «slash wp-admin» и если вдруг забыли записать пароль, то восстанавливайте его через email. Второй способ установки WordPress заключается в том, что мы скачиваем архив с CMS, загружаем на хостинг и распаковываем. И все это через дружелюбный интерфейс. Переходим на ru.wordpress.org и ссылка будет в описании. И скачиваем свежую версию WordPress. Устанавливать нужно всегда самую свежую версию, так как WordPress это дырявое решето и в нем постоянно находят уязвимости. Перейдем в раздел «Сайты» и кликнем на папку напротив нашего домена. Откроется файловый менеджер. Перейдем в папку «public.html» и удалим из нее все содержимое. Теперь загрузим архив с WordPress простым перетаскиванием. Далее правый клик по загруженному архиву и выбираем распаковать архив. Отлично, мы почти у цели. Теперь нужно перетащить все файлы из распакованной папки на уровень выше. По завершению удаляем архив и папку с распакованными файлами. Далее вводим наш домен в адресной строке браузера, причем обязательно через протокол HTTPS. И остается лишь проследовать всем шагам установки. Для того чтобы получить данные я вернусь обратно в хостинг. Перейду в раздел «MySQL» и создам новую базу. Здесь у нас есть подсказка, что как у нас называется сервер, как у нас называется имя пользователя. Имя мы только что задали, пароль мы только что задали. сервер у нас localhost. Вот он. И префикс таблиц можно сразу сделать созвучным с доменом. Все в порядке, вы успешно прошли эту часть установки. Поздравляю. Остается дальше заполнить название, имя, пароль, email и нажать «Установить». Я этим уже заниматься не буду. Третий способ похож на предыдущий, но отличие его в том, что мы будем загружать и распаковывать архив с WordPress через ftp. Для этого воспользуемся бесплатной программой файл ZIL. Перейдем в раздел «FTP», чтобы получить данные доступов для FTP соединения. Здесь можно как создать доступ сразу ко всем папкам на хостинге, так и конкретной. Я выберу нужную мне папку, придумаю логин, скопирую и далее переходим в файл ZIL. Открываем менеджер сайтов, создаем новый сайт, хост у нас вот этот вот. Пользователь, тот которого мы только что создали. Важная деталь касательно файл ZIL, не рекомендую сохранять в ней доступы, потому что в случае заражения вашего ПК злоумышленники могут украсть эти данные. Жмем «Соединиться» и вводим пароль. И получаем список файлов в нашей целевой папке. Далее по старой схеме мы должны их удалить. И теперь нам нужно закачать все файлы WordPress в эту папку. Но еще одна важная деталь. Файл ZIL не умеет работать с архивами, она не умеет их распаковывать, поэтому нам сначала нужно наш архив распаковать локально. Затем мы берем все наши файлы и перетаскиваем их в целевую папку на сервере. Возвращаемся на наш сайт и и если мы все сделали правильно, то мы увидим установщик WordPress. Теперь нужно создать базу данных, как мы это уже сделали до этого. И вводим наши данные. Повторюсь, имя пользователя и имя базы данных у нас совпадает. Это у нас сам Bigget так задумал. Сервер у нас localhost и префикс таблиц сделайте любой. Главное, чтобы не стандартный. И жмем «Отправить». Все супер. И дальше нужно будет заполнить данные по пользователю, но я этого делать уже не буду. Как видите, сайт у нас работает. В следующем видео мы с вами закроем сайт от индексации поисковыми системами на время его разработки при помощи плагина All-in-One WordPress Security. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok